Что угрожает власти Никола Пашиняна? Досмотрите это видео до конца и вы узнаете 5 угроз для власти Никола Пашиняна. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Отсутствие заметных перемен к лучшему после отставки премьер-министра Сержа Саргсяна в 2018 году отразилось на настроениях граждан, часть которых усомнилась в том, что положительные сдвиги в принципе возможны. Этот фактор может пошатнуть пока еще неустойчивые позиции новой власти, но не только он. Угроза первая. Активизация проигравших. По мнению политолога Армена Миносяна, идет перегруппировка проигравших и неудовлетворенных от революции в формировании новых групп интересов, постепенно активизирующих свои действия против власти. Например, были созданы Координационный совет в поддержку освобождения Роберта Качаряна, организация Вернатун, который возглавил подавшую на днях в отставку глава общественного совета Вазген Манукян и другие. Противостояние какое-то время было латентным, но этот этап пройден, и процессы постепенно становятся более ощутимыми и публичными, отметил Миносян в беседе с Диви. В Армении открытая конкурентная политическая система, а значит противостояние – неотъемлемая ее часть, напомнил он. Деятельность оппозиции сегодня положительно оценивает уже четверть жителей Армении, показал последний опрос. Угроза вторая. Недоверие к чиновникам. Несмотря на высокую степень поддержки Никола Пашиняна и его правительства, большая часть населения скептично относится к госаппарату в целом, отмечает член Палаты адвокатов Давид Сандухчан. По его словам, низкой эффективностью госаппарата недоволен не только обычные граждане, но и сам премьер. Он заявил, что последние достижения были сделаны вопреки работе госинститутов, которые не только не способствуют развитию, но и оказывают сопротивление инициативам правительства. Сандухчан называет три главные проблемы правительства – отсутствие стратегии реформ, плана построения эффективного аппарата госуправления и введения реформы судебной системы. 2020 год будет переломный. Либо правительству удастся извинуть место реформы за счет выработки эффективной стратегии, либо новая власть де-факто распишется в неспособности реформирования и перейдет в оборонительную позицию, готовясь к проведению в 2023 году очередных выборов. Причем уже при низком доверии электората, заключает эксперт. Вы согласны с наблюдениями? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Угроза третья – кризис ожиданий. По словам политолога Армена Миносяна, второму сценарию способствует ряд факторов. Один из них – кризис ожиданий. Люди, рассчитывавшие получить все и сразу, через полтора года чувствуют себя обманутыми. Эйфория от новой власти постепенно свела на нет преследования почти всех прежних руководителей. Так, арестован бывший министр финансов, у представителей закона появились вопросы к Сержу Сарксяну, на имущество которого наложен арест, и к его семье, братьям и племянникам, одного из которых на днях экстрадировали из Праги. В Париже арестован бывший губернатор области Сюник. В розыск объявлена целая группа генералов, нашедших убежище в России. Если раньше бояться общественного порицания люди избегали публично признаться в симпатиях к Сержу Сарксяну, то сейчас такой скованности нет. Делится наблюдениями эксперт. Угроза четвертая – популизм и некомпетентность. Другой фактор – это ошибки самой власти, связанные с незнанием предмета, сути проблематики, с нехваткой кадров и низкой эффективностью управления. Власть, читает Миносян, не реагирует на серьезные проблемы системно, действует точечно, а вместо хорошо продуманных решений принимает популистские меры. Помимо арестов – это снижение процента накопительной пенсионной системы, снижение налогов и т.д. По его словам, у Пашиняна сейчас мало возможностей повлиять на кризис ожиданий у населения и на процессы встания политических противников. Он должен сосредоточиться на своей команде, заниматься кадрами и эффективностью управления. Угроза пятая – информационная антикомпания. На взгляд политолога Рубина Меграбяна разговоры о противостоянии в армянском обществе – не что иное, как искажение ситуации. Такое впечатление создает шумная агрессивная кампания против власти вообще и против разных ее шагов в частности. Пропаганда, не брезгующая фейками или преднамеренным передергиванием фактов с прицелом на неискушенную часть аудитории, содержащая в себе элементы гибридной войны, считает эксперт. Власти пока только отчитываются. Сам Никол Пашинян чуть ли не каждый день выходит в прямой эфир с разъяснениями по всем вопросам, которые озвучивают его критики. Раньше высокопоставленные чиновники не утруждали себя разъяснениями, в том числе того, откуда у детей сотни миллионов долларов, отели, ресторанные сети, компании, телеканалы. Нынешняя власть ведет себя более открыто, но на опережение у нее работать не получается. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.